Далее коротко о других событиях этого дня в нашей постоянной рубрике Дайджест. В одной из квартир Кунгура нашли тело женщины. Печальное событие произошло в доме по улице Ленина, 85. Знакомые забеспокоились, что 58-летняя кунгурячка несколько дней не открывает двери своего жилища. Спасателей вызвали полицейские после того, как получили тревожное сообщение. Прибыв на место и вскрыв дверь, спасатели обнаружили страшную находку. Женщина была уже мертва. Тело передано сотрудникам полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 32-летний мужчина украл у знакомой сотовый телефон. Преступление было совершено в минувшие выходные. Потерпевшая рассказала, что малознакомый мужчина открыто похитил у нее мобильный гаджет. Подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Им оказался нигде не работающий и ранее судим молодой мужчина. Похищенное имущество возвращено владелице. В отношении мужчины вновь возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В ходе проверки в лагере Ермак выявлен факт отсутствия лицензии на медицинскую деятельность по причине нехватки некоторых медицинских аппаратов, таких как аппарат для измерения кровяного давления, сухожировой шкаф, набор трахеометрический, пинцеты, ларингоскоп, фонендоскоп, шприцы, катетеры и многое другое. Это и явилось основанием для обращения кунгурского городского прокурора в суд. Городским судом удовлетворены требования прокурора и на администрацию города возложена обязанность выделить данному учреждению денежные средства на приобретение медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения медицинского пункта зарубительного учреждения. Решение суда вступило в законную силу. 26 ноября состоится ежегодная международная образовательная акция «Географический диктант». Центральная городская библиотека имени Хлебникова уже во второй раз является площадкой для проведения географического диктанта. Его участником может стать любой желающий, независимо от возраста, образования и социальной принадлежности. Все желающие приглашаются 26 ноября в 12 часов в Центральную городскую библиотеку, дабы проверить свои знания. Получить дополнительную информацию о проведении диктанта, а также предварительно зарегистрироваться для участия в нем, можно по телефону 249-86 и 241-76, либо по электронной почте, которую вы видите на экране.